МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молоковой. Сегодня у нас в гостях член Совета Федерации Галина Николаева. Галина Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, телезрители. Галина Григорьевна, закончилась весенняя сессия. Как вы оцениваете ее итоги и какие значительные законопроекты были рассмотрены вами во время ее работы? Действительно, мы завершили весеннюю сессию. И мы знаем, что сессия была очень напряженная, насыщенная. Много было принято действительно нужных нашему населению законов. Вместе с тем, хотела бы выделить, что самый главный федеральный закон изменения мы внесли, это поправка Конституции Российской Федерации о том, что Республика Крым и город федеральное значение Севастополь стали субъектами Российской Федерации. Кроме этого, мы, конечно же, большую работу проводили, как и предыдущие годы, по реализации тех задач, которые поставлены были президентом в своем послании к Федеральному собранию. В связи с этим, мы приняли очень важные законы, которые, в принципе, сегодня определяют порядок формирования Федерального собрания в целом. На последнем заседании мы приняли решение о порядке формирования Совета Федерации. Это касается президентской квоты. Предыдущий был закон принят о выборах депутатов Государственного дома. И мы знаем, что в перспективе выборы Государственного дома будут проводиться по смешанной системе. То есть депутаты Государственного дома будут избираться и по партийным спискам, и по одномандатным избирательным округам. Галина Григорьевна, подробнее, что такое президентская квота? Президентская квота, эта инициатива возникла от депутатов Государственного дома. Порядка 90 человек внесли предложение с тем, чтобы в Федеральном собрании, Палате регионов были представители Федерального центра. И мы знаем о том, что 10% от нашего состава постоянного представителей регионов, от 170 сенаторских мест, до 10% или 17 человек могут быть президентом назначены для работы в составе Совета Федерации. Но это не означает о том, что буквально в сентябре в Совет Федерации появится ровно 17 человек, все президентские посланцы. И мы будем работать уже в таком составе, 170 сенаторов и 17 представителей президента Российской Федерации. Мы считаем, что Совет Федерации это постоянно обновляющийся, скажем, сегодня наш орган Федерального собрания, который в зависимости от движения, от выборов, которые происходят в регионах, постоянно обновляется. Мы знаем, что в этом году 33 регионах проходят выборы глав субъектов. И есть у нас 16 регионов, которые проходят выборы Законодательного собрания. И надо понимать, что вот в сентябре месяце после выборов, которые состоятся во всех регионах, мы должны будем ожидать новый приход новых членов Совета Федерации, Совета Федерации. Это могут быть и представители, от руководителей органов исполнительной власти, а также от законодательных органов власти. Некая ротация такая будет. Да. Возможно, будет, конечно же, числа самых известных, влиятельных. Представители науки, культуры могут быть представлены еще и президентом Российской Федерации. Вы еще затронули вопрос о выборах в местные органы власти. Я сейчас знаю, что идут разговоры, консультации, совещания по поводу нового закона о принципах организации местного самоуправления. Вы тоже это рассматривали? Да. Большая работа в течение предыдущего года, этого года по инициативе Всероссийского местного самоуправления, по инициативе местных администраций депутатского корпуса проводилась по подготовке изменений законодательства о местном самоуправлении. Действительно, мы считаем, что местное самоуправление – это самое близкое представительство власти для нашего населения. Поэтому уже, конечно же, нам надо было учесть все предложения, которые были по принципам формирования органов местного управления. Здесь, конечно же, дали мы большой простор и большое, скажем такое, право законодать инициативу большое нашим региональным парламентам. Порядок формирования органов местного управления будут сегодня определяться субъектами Российской Федерации. Но основные принципы, концептуальные, конечно же, они в федеральном законе предусмотрены. В частности, мы хотели сказать о том, что сегодня мы имеем возможность на муниципальных выборах в избирательном бюллетене увидеть норму, значит, графу «против всех». Мы же знали о том, что не все избиратели поддерживают те списки зарегистрированных кандидатов, которые идут на выборы. У кого-то бывает желание проголосовать «за», у кого-то, например, есть желание проголосовать против всех кандидатов. Такая возможность сегодня предоставлена на местном уровне. И мы знаем вот практика, которая будет проходить на выборах местного управления. Кстати, на выборах местного управления мы всегда отмечали, во всех регионах явка бывает намного ниже, чем на федеральных уровнях выборов и на субъектовых выборах. Поэтому вот эта практика нам покажет, если действительно сегодня вот каждый наш избиратель хочет в Элизе Олени свое проявить, прийти на выборы, если графа «против всех» им позволит, например, дать такую возможность поучаствовать в выборах, то мы, конечно же, будем работать над тем, чтобы и на региональных выборах, и на федеральных выборах в перспективе эта норма была видена. Ну, то есть, наконец-то возвращается то, что когда-то было отменено. Конечно же. Мы же, например, всегда, скажем, на том или ином этапе соизмеряем свои все предложения, инициативы с тем, что складывается, конечно же, в обществе. Поэтому вот эта инициатива о возвращении графа «против всех», она исходила от чена Совета Федерации. И я тоже, например, в числе этих соавторов, который вносил это предложение, эту инициативу. Поэтому считаю, что дальше обязанность наша внимательно смотреть, как работает эта норма, мониторить этот закон. И если действительно будет здесь результат положительный, конечно же, проявлять и дальнейшую инициативу в части вот этого введения нормы на федеральном и региональном уровне. Ну, новый законопроект об организации принципов местного самоправления, это вроде предполагает еще и деление муниципальных образований на районы, крупных муниципальных образований. Крупные города. Право, конечно же, крупных городов появилось определять, иметь, например, сегодня городской округ с внутрирайонными делениями или районное деление с делегированием в городское собрание своих представителей депутатов районных собраний, местных собраний депутатов. Но в этом случае опять мы учли предложение территории и дали это на рассмотрение субъектов Российской Федерации. Поэтому, исходя из практики, исходя из пожеланий, исходя из предложений местных администраций, конечно же, будет этот закон приниматься. Я думаю, что и на нашей территории Чувашской Республики будут изучаться этот вопрос. Те ли нормы, которые действительно нам нужно сохранить или изменить другие. Но, в частности, я очень много слышу предложений такие, чтобы глав сельских поселений не выбирать, а назначать из числа депутатов сельских поселенческих собраний. Потому что производить выборы постоянно, и с этим мы сталкиваемся, вот даже за последние пять лет, вот в текущие, я вижу, как одни и те же сельские поселения постоянно остаются без главы. Там появляются исполняющие обязанности главы, и снова объявляются выборы. Вот этот постоянный процесс избирательный по выборам глав сельских поселений, это, конечно, очень трудоемкий процесс. И многие идут на выборы, не представляя, что это все-таки очень серьезная работа. Мы знаем, что полномочий много у органов местного управления, а финансовое обеспечение, конечно же, недостаточное. Поэтому многие, разочаровываясь или, например, испугавшись каких-то трудностей, которые возникают в ходе работы, оставляют эту должность. Поэтому если депутат сельского поселения, самый, скажем, такой выдвинутый, самый подготовленный, будет избираться на должность главы сельского поселения и местной администрации, это, конечно же, может быть, было бы более эффективным. Эффективным мерой для устройства нашего местного самоправления на поселенческом уровне. По районным и городским собраниям депутатов, по районным и главам администрации, это тоже вопрос, требующий изучения. Поэтому я думаю, что у нас и рабочая группа создана в Чувашской республике. Спасибо большое, Галина Григорьевна. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была член Совета Федерации Галина Николаева. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. До свидания. Спасибо за внимание. До свидания.